Два октябрьских снегопада не просто прибавили коммунальщикам работы, буквально заставили вот уже почти месяц работать в авральном режиме. Мало какое дерево в городе не пострадало от натиска стихии. А сломленные ветки – это угроза и для пешеходов, и автомобилей. Чтобы как можно быстрее привести насаждение в порядок, управление коммунального хозяйства обратилось за помощью в другие учреждения. Откликнулись парковое хозяйство, электросети, на время поделились автовышками. Сегодня в городе, пожалуй, не встретить улицы, где бы не нашлось таких куч из веток. Весь этот мусор со временем отправят на полигон рядом с селом Подсинее. Вывезено около 275 машин веток. Это около 1500 метров кубических веток. С учетом того, что у нас со дворов люди вытаскивают, с жилых домов частных секторов вытаскивают к краю дороги, предположительно люди у нас привыкли, что убирают все в спецавтобазу. На самом же деле дворовый мусор, в том числе и ветки, это забота собственников квартиры управляющих компаний. Кстати, на время ликвидации последствий снегопада, то есть на очень короткий срок, управление коммунального хозяйства пошло навстречу УЖК, несколько упростило процедуру подготовки к обрезке аварийных деревьев. Нужно лишь как можно быстрее обнаружить нависшую растительную угрозу и сразу подать заявление в отдел экологии. На основании обращения управляющих компаний специалист выезжает и смотрит, что да, действительно много обломанных ветвей, и мы уже на основании этого, естественно, без собрания собственников, выдаем разрешение на устранение вот этих последствий. Разрешение будет оперативно выдаваться в случае действительно необходимости. А вот в обход отдела экологии корректировать деревья даже в сложившейся ситуации нельзя. За это УЖК нагажут штрафом. Кстати, в целях собственной безопасности помочь управляющим компаниям обследовать насаждение могут и сами жильцы многоэтажек. Просто нужно не полениться, посмотреть вверх. Наталья Громашова, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.